Техас, 1985 год. Микки Брайан работала простой учительницей начальных классов в небольшом техасском городке Клифтон, население которого и на сегодняшний день составляет около 3000 человек. Микки всегда приходила в школу раньше всех, усаживалась за свой стол и наслаждалась тишиной ранних утренних часов. Она была очень ответственна и ни разу в жизни не пропустила работу без уважительной причины. Но утром 15 октября 1985 года Микки Брайан не пришла в школу. Это было на нее не похоже и поэтому обеспокоенные коллеги принялись звонить ей домой. Никто не брал трубку. Школьный секретарь связался с родителями Микки, однако те понятия не имели, где их дочь. Стревоженные родители немедленно поехали к дочери. Рекс Дэниелс, директор школы, в которой работала Микки, также решил отправиться к ней. Директор прибыл к дому семьи Брайан Первым. Двери гаража были подняты, автомобиль Микки стоял внутри, а на подъездной дорожке к дому лежали нетронутые утренние газеты. Рекс Дэниелс позвонил в дверь, но ему никто не открыл. Через несколько минут приехали родители. Отперев входную дверь запасным ключом, все трое вошли внутрь и через минуту стали свидетелями жуткой картины. В спальне поперек неубранной кровати лежала Микки. Ее розовая ночная рубашка была задрана до бедер, верхняя часть тела была обнажена. Женщина не дышала. Пол, потолок, все четыре стены и кровать были покрыты багровыми брызгами. Через несколько часов о случившемся уже говорил весь город. Муж Микки, Джо Брайан, в то время находился в командировке, примерно в 120 милях от дома, на конференции Техасской ассоциации директоров средних школ. Известие о смерти жены повергло его в такой шок, что он не смог самостоятельно добраться до дома на своем автомобиле. Сесть за руль пришлось его другу. Примерно в три часа дня в дом семьи Брайан прибыла следственная бригада, в которую, кроме полицейских, вошли техасские рейнджеры. Техасские рейнджеры – это основное подразделение в Техасском департаменте общественной безопасности, которое занимается расследованием уголовных дел, восстановлением общественного порядка, а также помогает местным полицейским властям. Обескураженный Джо с трудом отвечал на вопросы. В первую очередь детективов интересовало, есть ли в доме оружие. Джо рассказал, что он владеет револьвером, который хранится в спальне. Оружие заряжено дробью и используется для уничтожения гремучих змей, которые часто приползают во двор. В ходе обыска выяснилось, что револьвер пропал. Также исчезло золотое обручальное кольцо Микки, ее часы и кольцо с бриллиантом. В спальне была найдена свинцовая дробь. На полу кухни нашли окурок, хотя никто из супругов Брайан не курил. Собранные улики, казалось, указывали в одном направлении. Микки лишил жизни грабитель, который, видимо, не ожидал, что она окажется дома. После проведения вскрытия выяснилось, что Микки не была изнасилована. В нее выстрелили четыре раза. Один раз в живот и три раза в голову. Выстрел в левую часть лица был произведен с очень близкого расстояния. Супруги Брайан были очень уважаемыми людьми в крохотном Клифтоне. Микки, которая на момент смерти было 44 года, была довольно закрытым человеком и осторожничала даже с теми немногими людьми, которым позволяла войти в свой ближний круг. Джо, который был на год старше супруги, напротив, был дружелюбен, словаохотлив и открыт. Микки и Джо знали друг друга с начальной школы, но начали встречаться только в 1968, когда оба получили степень магистра. Микки была тихой, спокойной и очень скромной женщиной. Она избегала косметики и всячески сторонилась больших компаний, предпочитая проводить время дома. У супругов была общая цель. Они хотели стать прекрасными педагогами и поэтому были глубоко погружены в жизнь своих учеников. Если у семей учащихся не хватало средств, Джо и Микки вмешивались, спокойно оплачивая горячие обеды, поездки и новую одежду. Вместе они посвящали много времени разработке планов уроков для учеников Микки и устраивали мозговые штурмы, придумывая способы достучаться до самых проблемных воспитанников. По вечерам Джо часто сидел рядом с Микки и помогал ей проверять тетради. Брайаны отличались от других супружеских пар. Они скорее больше походили на команду. Супруги обожали быть рядом с детьми, но, к сожалению, не могли иметь своих собственных. Почти каждый вечер они совершали долгие прогулки по Клифтону и часто можно было увидеть, как они рука об руку прогуливаются по улицам города, увлеченные разговором. Но 15 октября 1985 года идиллии пришел конец. На следующий день после произошедшего Джо Брайан был вызван в полицейское управление на допрос к рейнджеру по фамилии Уайли. Джо рассказал, что перед его отъездом не происходило ничего необычного. В последний раз он звонил жене из своего гостиничного номера в Остине около девяти часов вечера. Они поговорили обо всяких мелочах, о погоде и пожелали друг другу спокойной ночи. На вопрос Уайли, подозревает ли он кого-нибудь, Джо Брайан ответил, что не имеет ни малейшего представления, кто хотел бы причинить вред его жене. Всего четыре месяца назад рейнджера Уайли уже вызывали в Клифтон для участия в расследовании убийства 17-летней девушки по имени Джуди Уитли. Ее обнаженное тело было найдено в кедровых зарослях на окраине города. На запястьях Джуди остались следы связывания, а ее рот был заклеен скотчем. Позже экспертиза установила, что сначала над девушкой надругались, а затем задушили. Когда через четыре месяца нашли тело Микки Брайан, местную общественность охватила паника. Рейнджер Уайли и вся команда следователей находились под огромным давлением. Жители Клифтона, решившие, что оба случая дела рук одного человека, требовали скорейшего раскрытия дела. 19 октября рейнджеру Уайли стало известно, что старший брат Микки по имени Чарли Блу обладает важной информацией. Брат и сестра не были особенно близки. Болевой характер Блу всегда резко контрастировал с мягкостью Микки, и хотя между ними не было вражды, последние восемь месяцев они не общались. Джо тоже не был особенно близок со своим Шурином, но у них были теплые спокойные отношения. Чарли Блу связался с бывшим агентом ФБР, а ныне частным детективом Бардом Сондерсом, и поручил ему провести самостоятельное расследование. Бард Сондерс принялся выполнять задание, а чуть позже к нему присоединился и сам Чарли. Для поездок по окрестностям Клифтона они использовали автомобиль, который взяли у Джо Брайана. Через пару дней Бард Сондерс, сильно испачкав ботинки, полез в багажник в поисках чего-нибудь, чем можно было бы почистить грязь. Ему попалась на глаза картонная коробка, в которой лежал фонарик. На его линзе виднелось несколько маленьких бурых пятнышек, похожих на засохшие капли крови. После заявления о находке, Рейнджер Уайли получил ордер на обыск автомобиля Джо Брайана. Фонарик с линзой, покрытый темными пятнышками, размером с карандашную точку, изъяли и отправили в криминалистическую лабораторию. Стоит отметить, что салон автомобиля был чист, в нем не было никаких следов грязи, запачкавшей ботинки Сондерса. Позже на суде Сондерс скажет, что счистил грязь своим карманным ножом. Джо Брайан, в свою очередь, ничего не знал ни о найденном фонарике, ни об обыске своего автомобиля. Подозрения следователей в адрес Джо Брайана усилились, когда пришли результаты анализа из лаборатории. Криминалисты установили, что на линзе фонарика присутствуют капли крови, и она принадлежит человеку. Группа совпала с группой крови Микки Брайан. Химик из криминалистической лаборатории обнаружил на фонарике несколько пластиковых частиц, аналогичных тем, что были найдены на месте преступления. 23 октября, через 8 дней после того, как было обнаружено тело Микки, Рейнджер Уайли арестовал Джо Брайана. В течение нескольких недель после ареста Брайана на допросы было вызвано множество его друзей. Подруга Микки по имени Сьюзан Клейн была поражена одним из вопросов, которые ей задал Рейнджер Уайли. Он начал с того, что спросил, не считаю ли я Джо женоподобным, рассказывала позже Сьюзан. Он сказал, что ходят слухи о том, что Джо гей, и спросил меня, что я об этом знаю. Она прекрасно понимала, насколько оскорбительным может быть подобное обвинение для директора школы в глубоко религиозном консервативном Клифтоне. Для справки, в 80-е годы в Техасе мужеложество было подсудным делом. Как выяснилось, эти слухи пошли от Рейнджера Уайли. При обыске машины Джо он нашел в багажнике календарь, который счел неподобающим. Джо Брайан наставил, что это был шутливый подарок, который они с Микки приготовили для одного из друзей. Но следователи ухватились за идею о том, что Джо предпочитал мужчин, и активно ее развивали. Постепенно полиция добилась своего. Намеки на нетрадиционную ориентацию в таком городке, как Клифтон, не сулили ничего хорошего. Внезапно те качества, которые привлекали людей в Джо, его теплота, внимательность, общительность и слова «охотливость» предстали в совершенно ином свете. Одна из версий, выдвинутая следствием, звучала так. Джо избавился от Микки, потому что она раскрыла его темную тайну. Изучение телефонных разговоров показало, что Джо регулярно звонил Микки, своей матери, старшему брату, двоюродному брату, в магазин витаминов, обращался в оптику за контактными линзами и в больницу. Не нашлось ничего, что подтверждало бы контакты Брайана с мужчинами. Тем не менее, следователи продолжали настаивать на своей притянутой за уши версии и утверждали, что Джо вел двойную жизнь. После активной работы полицейских по городу поползли слухи об отношениях Джо Брайана с каким-то студентом и о его якобы посещениях тематических баров в Новом Орлеане. Джо Брайан был выпущен на свободу под залог в 50 тысяч долларов. На работе его отправили в оплачиваемый отпуск. Несмотря на то, что многие из друзей и коллег согласились свидетельствовать в пользу Джо, он заметил, что отношение горожан к нему изменилось. Приезжая раз в неделю в Клифтон, чтобы проверить дома подстричь газон, Брайан с горечью осознал, что за исключением ближайших соседей, большинство граждан смотрит на него с неприязнью и предпочитает держаться подальше. Брат жены, Чарли Блу, подал иск в суд, чтобы лишить Джо наследство Микки. Родители Микки прервали с Брайаном связь. От Джо отказалась даже церковь. Ему позвонил пастор и сказал, что несколько прихожан чувствует себя некомфортно в его присутствии и будет лучше, если он воздержится от посещения служб. В начале 1986-го к Джо приехал представитель школьного совета и попросил подать прошение об отставке. Джо пытался сопротивляться, но сдался после слов о том, что так будет лучше для учеников. В течение нескольких месяцев Джо лишился всего – карьеры, репутации, духовной поддержки, а главное – человека, которого любил больше всего на свете. В марте 1986-го началось слушание дела. Позицию обвинения было решено усилить прокурором-обвинителем Гарри Лавиланом. В американской судебной практике не редкость, когда команда обвинителей усиливается специальным прокурором со стороны. Но особенностью конкретно этого суда стало то, что специального прокурора наняло частное лицо. Все услуги оплатил брат Микки, Чарли Блу. Помимо багровых капель, на фонарике нашли два отпечатка пальцев Джо Брайана. Один на отражателе, другой на батарее внутри. Джо никогда не отрицал, что фонарик принадлежал ему. Однако он утверждал, что хоронил фонарик в спальне и последний раз видел его именно там. Как он попал в багажник, Брайану не было известно. Другие улики либо уводили в сторону от Джо, либо мало что проясняли. Два человеческих волоса, найденные в коробке в багажнике, не принадлежали ни Микки, ни Джо. В доме супругов было найдено 13 отпечатков пальцев, которые не принадлежали ни Микки, ни Джо. Отпечатки были найдены в том числе в спальне. Также был найден отпечаток ладони у изголовья кровати. Этот отпечаток принадлежал неизвестному мужчине. Важной уликой был окурок, найденный на кухонном полу. Именно эта находка могла сломать версию прокурора и натолкнуть на мысль о присутствии в доме постороннего человека. Но рейнджер Уайли заявил, что окурок прилип к подошве его сапога, и он сам случайно принес его в дом. Уайли предоставил показания офицера полиции Клифтона Кеннета Филдса, который подтвердил, что видел, как окурок остался на полу, отклеившись от подошвы сапога Уайли. Суд принял эти показания, хотя отметил, что ранее ни Уайли, ни офицер Филдс не упоминали в своих отчетах об этом событии. Однако обвинение должно было объяснить, каким образом Джо Брайан избавился от жены в Клифтоне, если он находился на конференции в Остине. Известно, что последний телефонный разговор Джо с Микки состоялся 14 октября в 21.15. Джо звонил жене из отеля в Остине, а на следующее утро его видели все участники конференции. Прокуроры предлагали присяжным поверить в то, что вечером 14 октября, сразу после разговора с женой, Джо Брайан ушел из отеля, проехал более 190 километров до Клифтона, расправился с Микки и вернулся обратно. По мнению прокуроров, это было возможно, несмотря на темноту и сильный проливной дождь, который шел той ночью, а также невзирая на плохое зрение Джо. И после такого марш-броска у Брайана, по словам обвинения, оставалось время на то, чтобы привести себя в порядок и, как ни в чем не бывало, отправиться на утреннее заседание конференции. Джон Смит, мужчина, который после известия об обнаружении тела Микки отвозил Джо Брайана в его автомобиле в Клифтон, свидетельствовал, что салон машины был абсолютно чистым. То есть, несмотря на все ночные действия, Джо Брайан еще каким-то образом умудрился почистить свою машину. Другое направление, на котором сосредоточилась прокуратура – дискредитация Джо Брайана в глазах консервативной общественности. Здесь вспомнились обвинения Джо в связях с мужчинами. Целью обвинения было вызвать и присяжных вопрос. Если Джо скрывал свою истинную природу и вел двойную жизнь, то о чем еще он мог лгать и можно ли верить его словам о невиновности? Адвокат Джо Брайана старался показать хрупкость версии обвинения, которая практически полностью основывалась на доверии к брату Микки, Чарли Блу. Защитник справедливо заметил, что нет никаких доказательств того, что Чарли и Сондерс нашли этот фонарик в багажнике автомобиля Джо Брайана. А что, если они сами положили туда этот фонарик? И здесь важно отметить еще один момент. У Микки Брайан была страховка и сбережение на общую сумму в 300 тысяч долларов. На сегодняшний день эта сумма составляла бы примерно 750 тысяч долларов. После того, как в багажнике был найден фонарик, Чарли Блу подал иск, требуя большую часть этой суммы. И в случае, если Джо Брайана осудят, Чарли получит деньги. Напомню также и то, о чем говорилось немного раньше. Джо Брайан утверждал, что в последний раз видел этот фонарик в своей спальне и что в машину он его не приносил. В последний день слушаний место для дачи показаний занял эксперт-криминалист Роберт Торман. Это стало поворотным моментом в судебном процессе. Торман считался специалистом по анализу брызг крови. Интереснее всего здесь то, что Роберт Торман был обычным офицером, а вся его экспертность основывалась лишь на прохождении недельных курсов. Кроме того, данный судебный процесс стал первым в его карьере эксперта-криминалиста. Однако прокурор представил его предприсяжными как уважаемого опытнейшего полицейского, который прослужил в военной полиции более 20 лет, после чего переквалифицировался в эксперта-криминалиста. И, разумеется, прокурор умолчал о том, что обучение Тормана ограничивалось курсами объемом 40 учебных часов, а также о том, что эти курсы были окончены всего за 4 месяца до расследования дела Микки Брайан. Торман рассказал, что приехал в дом Брайанов после того, как тело Микки уже увезли. Он тщательно осмотрел спальню, в которой обнаружил огромное количество брызг. Торман утверждал, что на подозреваемом должно было остаться огромное количество крови. Однако тогда возникал вопрос, каким образом машина Джо Брайана осталась чистой. Это несоответствие ставило под сомнение все дело. И тогда Роберт Торман предположил, что Джо помылся в ванной, надел чистую одежду и обувь, после чего покинул дом. Сам Джо Брайан рассказал о своем опустошении после всего случившегося и категорически отверг все обвинения. Он наставил на том, что не покидал гостиничный номер в ту ночь. После Джо выступило 36 свидетелей защиты, его коллеги и друзья, которые говорили о том, что у Джо не было причин причинять Микки вред. Однако все это уже не имело значения. Увы, показания Роберта Тормана произвели на присяжных гораздо более сильный эффект. Версия обвинения звучала так. Микки собиралась спать, к ней пришел человек, которого она хорошо знала. Расправившись с Микки, подозреваемый вымылся, переоделся, вымыл ванную и туалет, бросил испачканные вещи в сумку и вышел через парадную дверь. Джо Брайан был признан виновным и приговорен к 99 годам заключения. Через два года, летом 1988, жительница Клифтона Кэрол Смит делала покупки в торговом центре. Вдруг она заметила мужчину, похожего на Джо Брайана. Он бродил по магазину, рассеянно разглядывая витрины. Кэрол Смит хорошо знала Джо. Он много раз беседовал с ней и успокаивал, когда у ее сына были проблемы в школе. Большинство жителей Клифтона сторонилось Джо, но Кэрол предложила присесть в кафе и поговорить. Джо очень обрадовался. Смит не утомляла его вопросами. Она просто слушала, позволяя ему вести разговор. «Прошло три года со дня смерти Микки, но у меня даже не было времени, как следует погоревать», — сказал он ей. Казалось, Джо до сих пор не понимал, как оказался в такой фантастической ситуации. Он ничего не сказал о своем пребывании в тюрьме, и Смит не осмелилась расспрашивать его об этом. Когда они встали, чтобы попрощаться, она обняла его и пожелала всего хорошего. «У меня было такое чувство, что ему некуда идти и не с кем поговорить». С ее стороны это был поступок, граничивший с мужеством, поскольку она шла наперекор общественному мнению. После обвинительного приговора большинство полагало, что Джо виновен. Многие из бывших коллег и друзей Джо отдалились от него. Они считали, что Джо виновен, так как общественность Клифтона верила в то, что правоохранительные органы и суды всегда поступают правильно. Джо Брайана освободили из тюрьмы, так как апелляционный совет обнаружил нарушение, допущенное во время первого разбирательства. Было назначено повторное слушание. На повторном слушании, состоявшемся в июне 89-го, доверие к Джо еще больше пошатнулось. Число свидетелей, выступивших в его защиту, сократилось до пяти человек. Обвинение снова вызвало тех же свидетелей, что и в первый раз. В ключевых моментах второй процесс был повторением первого. Все свидетели, в том числе Роберт Торман, повторили свои показания. Торман рассказал присяжным, что во время стрельбы фонарик находился в руке Джо Брайана. После содеянного он переоделся, покинул дом, сел в свой автомобиль и никем не замеченный поспешил обратно в отель, а утром, как ни в чем не бывало появился перед коллегами на конференции. Выступая в суде, Торман подчеркивал, что основывает свои выводы исключительно на научном анализе, глубоких знаниях и опыте. Джо Брайана снова приговорили к 99 годам заключения и отправили в старейшую техасскую тюрьму в Ханцвилле. Оказавшись в заключении, Джо писал осторожные письма матери, старшему брату и некоторым друзьям. В них он почти ничего не рассказывал о тюремной жизни и о своем эмоциональном состоянии. С течением времени ответов становилось все меньше. Люди, оставшиеся на свободе, продолжили жить своей жизнью, потихоньку забывая о Джо. Даже брат-близнец Джерри отдалился от него. Вскоре исчезли и последние клифтонские друзья, верившие в его невиновность. В городе ходили слухи, что 17-летнюю девушку Джуди Уитли тоже убил Джо. Неизвестно, как развивались бы события дальше. Скорее всего, Джо Брайану грозило кануть в безвестности, если бы его историей не заинтересовался техасский репортер Леон Смит. Истинной причиной, по которой Смит решил разобраться в этом деле, стал визит человека по имени Дон Уитли, отец той самой 17-летней девушки Джуди Уитли, тело которой нашли незадолго до убийства Микки Брайан. Дело не было раскрыто, и никто так и не был привлечен к ответственности. Дон Уитли обратился к Леону Смиту с просьбой написать в телешоу «Неразгаданные тайны», в надежде, что популярная передача поможет привлечь внимание к нераскрытому делу в Клифтоне и докопаться, наконец, до истины. Смит согласился помочь. Он связался с продюсером «Неразгаданных тайн» и сумел заинтересовать его. Смиту предстояло изучить все обстоятельства дела, взять большое интервью у Джо Брайана, после чего опубликовать статью. И если статья заинтересует неразгаданные тайны, передача, посвященная обоим преступлениям, выйдет в эфир. Прежде чем направиться к Джо, Смит проинформировал о своих намерениях начальника полиции Клифтона Джима Вандерхофа. И тот сам предложил репортеру ознакомиться с некоторыми материалами дела. Проведя два дня за изучением заметок, отчетов и фотографий с мест преступления, Смит поразился количеством очевидных зацепок, на которые никто не обратил внимания. Во время большого четырехчасового интервью Смит расспрашивал Джо о различных аспектах дела. На вопрос о фонарике Брайан снова ответил, что никогда не клал его в багажник своей машины. Джо обвинил следователей в умышленном игнорировании важных улик, таких как сигаретные укурок, найденные на полу его кухни, и неопознанных отпечатков пальцев и руки в спальне, где была найдена Микки. Они хотели осудить кого-то, и они пришли за мной. Еще одним человеком, оказавшим большое влияние на судьбу Джо Брайана, стала писательница Памела Коллов. Сомневаясь в виновности Брайана, она решила сосредоточиться на экспертизе, проведенной Робертом Торманом. На всех судебных процессах на Джо прокуроры основывались на показаниях Тормана, в том числе для того, чтобы, опираясь на научный авторитет, соединить разрозненные факты и выстроить последовательность событий в этом неоднозначном деле. Заплатив 655 долларов, Памела поступила на те же самые курсы, которые закончил Торман. Однако уже на первых занятиях Памела заметила, что многие типы пятен могут быть гораздо менее различимы, и по мере того, как она изучала их, становилось понятно, насколько огромна вероятность ошибки. Два пятна крови могут выглядеть практически неотличимо друг от друга, даже если действия, создавшие их, были совершенно разные. По мере того, как Колов продвигалась в обучении, возникали и другие факты, вызывающие опасения. Курсантам предстояло выполнять сложные задачи, связанные с познаниями в тригонометрии и гидродинамике. Вооружившись штангенциркулями, инженерными калькуляторами и струнами, обучающиеся измеряли пятна крови и вычисляли траекторию полета брызг при помощи уравнений, а струнами пытались проследить траекторию отдельных брызг. Колов заметила множество возможностей произвести расчеты неправильно, а следовательно, прийти к ошибочным выводам. Памела на собственном опыте убедилась, на каком шатком фундаменте строилась экспертиза Тормана. И пройдя те же курсы, она пришла к иным выводам. Памела считала, что Торман ошибся в оценке высоты, на которой находился стрелок. А это означало, что и оценка следов на фонарике также ошибочна. В последний день занятий Памеле Колов выдали сертификат об обучении. Оценки, полученные на экзамене, нигде не фиксировались. Самое чудовищное, что подобным экспертам с образованием в 40 учебных часов разрешалось выступать в судах и влиять на вердикт присяжных. Журналисту Леону Смиту не удалось заинтересовать продюсеров неразгаданных тайн, но он не оставлял попыток разобраться с делом Уиттли и Брайана. Он решил провести собственное расследование, сосредоточившись на том, чему не уделили должного внимания детективы. Например, он провел ряд опытов, пытаясь принести в дом сигаретный окурок на подошве сапога. Смит топтался по окуркам, разбросанным по влажной земле, и убедился, что пронести окурок на подошве можно не дальше, чем на несколько шагов. Смит периодически делился своими изысканиями с Джимом Вандерхофом. И хотя Вандерхоф считал, что дело Джо Брайана заслуживает пересмотра, по какой-то причине он не был настроен продолжать его. Полицейский сосредоточился на нераскрытом деле Джуди Уиттли и однажды поделился со Смитом важной информацией, в которую редко посвящают репортеров. Он рассказал, что главным подозреваемым по делу Уиттли был клифтонский полицейский по имени Деннис Данлоп, который внезапно уволился через месяц после того, как была найдена девушка. Деннис Данлоп навлек на себя подозрения тем, что демонстрировал осведомленность в таких деталях преступления, которые могли быть известны только убийцы. Кроме того, некоторые вещественные доказательства по делу исчезли из хранилища. Доступ к нему мог иметь только полицейский. Вандерхоф добавил, что за Данлопом тянулся шлейф историй, связанных с превышением должностных полномочий и преследованием женщин. Смит и ранее скептически относился к действиям клифтонской полиции, но полученная информация только подтвердила его мрачную точку зрения. В полиции выгораживали своего коллегу и поэтому хватались за версию, которую было легче всего доказать в суде. Вандерхоф выяснил, что после увольнения из полицейского участка Деннис Данлоп разъезжал по разным городам страны. Осенью 1991 года Смит написал Данлопу письмо, объяснив, что ему нужна информация для статьи, и он обращается ко всем, кто во время убийства Уитли проходил службу в полиции Клифтона. Ответы Данлопа на вопросы Смита были краткими и поверхностными. Ничего выяснить толком не удалось. 12 апреля 1996 года в службу спасения в Розенберге, штат Техас, поступил звонок от девушки Денниса Данлопа. Она обнаружила его в гараже, повесившемся. В 1999 году дело Джоди Уитли было объявлено раскрытым. Полиция основывалась на информации, полученной от неназванных сообщников Данлопа, которым тот признался в убийстве Джоди Уитли. В 1985 году детективы умышленно покрывали своего коллегу и закрывали глаза на многочисленные заявления женщин о домогательстве с его стороны. Одна из пострадавших подала заявление, в котором рассказывала, что он душил ее, когда она отказалась вступить с ним в половую связь. Эти события дали новый толчок для расследования Леона Смита. Появились люди, с которыми можно было поговорить и получить новые сведения. Смиту удалось узнать, что в разговоре с одним из знакомых Данлоп хвалился, будто закрутил роман со школьной учительницей, и что он был с ней в тот самый вечер, когда ее лишили жизни. Однако, к сожалению для Джо Брайана, в последующие несколько лет Леон Смит приостановил деятельность по его делу. В 2000 году он основал собственную газету, и после того, как президентом США был избран техасец Джордж Буш-младший, в припадке гражданской активности Смит баллотировался в Мэри Клифтона и одержал победу. В 2010 году, в 25-ю годовщину смерти Мики, Джо Брайану исполнилось 70 лет. Он по-прежнему находился в Хансвилле, у него развились проблемы с сердцем, и ему уже несколько раз пришлось поменять кардиостимулятор. Каждый день, проведенный в заключении, Джо Брайан посвящал работе. Он трудился в библиотеке и оказывал помощь другим заключенным в подготовке юридических документов или в получении образования. Уже во второй раз комиссия по условно-досрочному освобождению ответила Джо Брайану отказом. Первый раз он получил возможность просить об УДО в 2007-м. Истинная причина такого решения комиссии неизвестна. Однако, вероятнее всего, это произошло потому, что Джо продолжал настаивать на своей невиновности. И даже несмотря на безукоризненное досье, примерное поведение и игру на пианино во время церковных служб в тюрьме, Джо оставался в неволе. Он получил одобрение даже от начальника смены надзирателей, который называл его образцовым заключенным и считал, что ему не место в тюрьме. К 2010 году шансы Джона УДО стали еще меньше, но он получил несколько обнадеживающих новостей. Один из его двоюродных братьев, судебный репортер, обратился к адвокату Уолтеру Ривсу, который специализировался на делах о неправомерном осуждении и добился на этом поприще существенных успехов. В 2011 году Уолтер Ривс подал в суд ходатайство об анализе ДНК окурка сигареты, найденного на полу кухни в доме Брайана, а также фонарика и нижнего белья из корзины в ванной комнате. Ни из окурка, ни из нижнего белья не удалось получить ДНК-профиль, пригодный для идентификации. Частичный профиль, полученный с поверхности фонарика, также оказался недостаточным. Но среди технических формулировок в отчете содержалась важная деталь. Предполагаемый тест на кровь с линзы был отрицательным. Другими словами, то, что до сих пор считалось брызгами крови, на самом деле могло быть брызгами чего угодно. Ошеломительный вывод, если учесть, что все обвинение строилось на анализе именно этих следов. В 2013 году к Уолтеру Ривзу присоединилась его студентка Джессика Фрейд. В течение следующих трех лет Уолтер Ривз, Джессика Фрейд и присоединившийся к ним Леон Смит, который к тому времени покинул пост мэра Клифтона, занимались делом Джо Брайана. Команде удалось добиться от полицейского управления Клифтона полного доступа к материалам расследования по делу Джо Брайана, ко всему, что оставалось скрытым более двух десятилетий. Во время изучения этих материалов Смит нашел откровенный рассказ бывшей жены полицейского Денниса Данлопа о его ужасающем и непредсказуемом поведении, в том числе о том, как он делился с ней подробностями об убийстве Джуди Уиртли. Когда жену Данлопа спросили, говорил ли ее бывший муж что-либо о других убийствах, она ответила, что тот хвастался, что закрутил роман со школьной учительницей Микки Брайан. Он только сказал мне, что встречался с ней. Он высадил ее у дома в тот вечер, и она сказала ему, что собирается расстаться с ним. Но ни один из следователей не стал развивать эту тему дальше. В 2016 году команда юристов Уильяма Ривса подала судебный иск о пересмотре дела Брайана, настаивая на том, что тот имел право на еще один судебный процесс, так как недавно обнаруженные доказательства о возможной причастности к убийству Микки Брайана Денниса Данлопа могут изменить мнение присяжных. Особое внимание юристы уделили сомнительной роли эксперта Роберта Тормана. Адвокаты отмечали, что позволить кому-либо с таким ограниченным опытом давать показания в качестве эксперта равносильно тому, чтобы позволить студенту-первокурснику юрфака представлять интересы обвиняемого в суде. Ривс и Фрейд выступили с ходатайством, чтобы и другие материальные улики по делу прошли ДНК-тест. Несмотря на то, что материалы были старыми, быстрый прогресс в анализе ДНК давал надежду, что новая информация все же может быть получена. Команда адвокатов встретила сильное сопротивление окружного прокурора Адама Сибли, который предпочитал не ворошить это дело, ведь в случае успеха адвокатов в прокуратуре пришлось бы признать, что Джо Брайан оказался за решеткой из-за некачественного проведенного следствия и сомнительной экспертизы. Адам Сибли и его помощники пытались всячески воспрепятствовать проведению ДНК-тестирования в апелляционном суде. Но 2016 год принес хорошую новость для защитников Джо Брайана. Комиссия по судебно-медицинской экспертизе Техаса, которая занимается рассмотрением жалоб на злоупотребление судебно-медицинскими показаниями, согласилась рассмотреть дело Джо Брайана. Комиссия, созданная Законодательным собранием штата в 2005 году, состояла из семи ученых, одного прокурора и одного адвоката. Они занимались не расследованием вины или невиновности, а проверкой надежности и научности криминалистических экспертиз и представленных на их основе показаний в суде. Например, после одного из заседаний комиссии, в Техасе был объявлен мораторий на использование в качестве доказательства следов укусов зубов на теле жертвы. 22 января 2017 года в здании Верховного суда Техаса состоялось заседание комиссии. В нем приняли участие судмедэксперты Питер де Форест, Том Бивилл, представители техасских рейнджеров и других правоохранительных органов. Де Форест говорил о необходимости повысить требования квалификации экспертов по анализу брызг крови. Это заявление вызвало сопротивление рейнджеров. Их представитель Трой Уилсон с непосредственностью ребенка заявил, что сомневается, будто степень бакалавра делает кого-то более квалифицированным. Однако подобные аргументы не убедили членов комиссии, и в феврале она приняла важное решение. В нем оговаривалось, что анализ брызг крови должен проводиться аккредитованной организацией. Экспертам теперь нужно проходить тестирование и регулярно подтверждать свой квалификационный уровень. Раз в год будет проводиться внешний аудит работы экспертов, чтобы убедиться, что они не преувеличили свои выводы в суде. Все эти требования вступили в силу в мае 2019 года. И хотя решение комиссии затрагивает только штат Техас, существует большая вероятность того, что аналогичные решения будут приняты по всей стране. Между тем, сопротивление государства было весьма ожесточенным. Техасский апелляционный суд, рассмотрев ходатайство адвокатов Джо Брайана, отказала в проведении еще одного судебного процесса, постановив, что расследования и судебные процессы в отношении Джо Брайана прошли без нарушений. В 2018 году Комиссия по судебной медицинской экспертизе Техаса постановила, что доказательства, использованные для осуждения Брайана в 1985 году, признаны абсолютно ненадежными. Несмотря на то, что решения этой комиссии не принимаются судом, они стали важным фактором, приковавшим внимание общественности к судьбе Джо Брайана. В последующие два года вышло несколько громких публикаций о деле Брайана, и некоторые знаменитости выступили в его защиту. Наконец, 19 марта 2020 года, Комиссия по условно-досрочному освобождению, собравшаяся в восьмой раз, приняла решение освободить Джо Брайана. На момент освобождения ему исполнилось 79 лет. Он провел в заключении 33 года. Доводить дело до нового суда было опасно. Существовал риск того, что Брайан будет оправдан, и прокуратуре придется признать ошибочные обвинения и неправомерное осуждение Джо Брайана. Оставлять его в тюрьме тоже было нельзя. Обрекать на скорую смерть старика с больным сердцем в условиях, когда его судьбой обеспокоены СМИ и известные персоны, было никак нельзя. Это был бы серьезный репутационный удар. Освобождение по УДО стало лучшим выходом для прокуратуры и суда, потому что, с одной стороны, Брайан свободен, с другой – не оправдан. Государство не признает его невиновным, но освобождает из сострадания, в связи с преклонным возрастом, примерным поведением и по состоянию здоровья. Джо и его адвокаты не намерены сдаваться и готовы до конца бороться за то, чтобы приговор был аннулирован и все обвинения были сняты. Следующий этап судебного разбирательства по его делу будет проходить в федеральном суде. Все 33 года, проведенные в тюрьме, Джо был подписан на Клифтонские газеты. Каждую неделю, когда приходил новый выпуск, он сидел в своей камере на нижней койке и внимательно рассматривал страницы. Он запоминал каждую деталь о футбольных победах своих учеников из Клифтонской средней школы. Изучал фотографии, выискивая лица своих бывших воспитанников, которым уже было более 30 лет. Он читал некрологи, объявления о помолвке, свадьбе и рождении, собирая по кусочкам тот мир, которого его лишили и который продолжил свое существование без него. В начале 2020 года Джо Брайан вернулся в совершенно новый мир. Последний раз он был на свободе в конце 80-х, до того, как мобильные телефоны и интернет произвели революцию в повседневной жизни. Сейчас Джо живет в Хьюстоне со своим старшим братом Джеймсом и его женой Джорджеттой. Он много читает и продолжает бороться за восстановление своей репутации. В сентябре 2020 года Джо Брайану исполнилось 80 лет.